Кажется, я тут недавно пообщался с ботом. Бот это или не бот, судить вам. Давайте покажу, как это выглядит. Как выглядит бот, на мой взгляд. И, ну, как все это организовано. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. 2 января я получаю сообщение на ВК такого содержания от Марии. Юрий, привет. Уточнить хотела, можно ли заработать на бинарных опционах? Или это развод? Вашу страницу просто увидела в одной из групп про бинарные опционы. Ну, я смотрю на девушку, на фотографию. Фотография была вот эта. Очень симпатичная девушка такая. Блин, думаю, надо спасти ее, потому что она попадает на бинарные опционы, где сплошное кидалово. И я ей отвечаю. Теоретически можно, практически нет. Категорически не советую. То же самое, что Форекс, но хуже. Ну, как бы вот короткий ответ. Третьего января отвечает. Спасибо. Сейчас вообще не знаю, кому доверять. Кому доверять даже. Много развода слишком. В одной группе состою. Пока там вроде нормально. За неделю в плюс вышло. По сигналам, которые они дают. И по стратегии, которые они учат. Посмотрим, что дальше будет. Если интерес еще не пропал, могу отправить ссылку на них. Посмотрим, что да как. Посмотри, что да как. Ну, я пишу, значит, дальше. Смотрите. Проблемы начинаются обычно при попытке вывести оттуда деньги. Спасибо за заманчивое предложение. Ну, в общем, не интересует. То есть, я вижу, что сначала она хотела вроде как спросить у меня, да. А на самом деле хочет завлечь туда. На следующий день ответ. Я закинула 50 долларов, а вывела за месяц 417 долларов. Ну, то есть, я пишу такое. Ну, уже с иронией говорю. Ну, то есть, уже в прибыли. Ну, круто. Выводила без проблем. И группа ВК, вот она. Не благодари. Но стратегию спроси. И попроси, чтобы скинули тебе. Ну, дальше я уже пишу, что попа у тебя симпатичная. И фотки классные. Настолько классные, что кажется, что ты, Мария, просто не существуешь. Ну, и дальше ответ. Я не бот. Ну, конечно, не бот. Ну, вот. Давайте посмотрим. Вот как выглядит эта Мария сейчас. Ну, давайте посмотрим еще раз на эти сообщения. Смотрите. Да, я не бот. Давайте посмотрим на группу, в которую она посылает меня ВКонтакте. Комната трейдера. Стратегии и сигналы. Сенлер. Разработчик. Сенлер. Сервис рассылок. Понятно, да? То есть, есть сервис рассылок, Сенлер, ВК, который рассылает сообщения, ну, разным людям, которые на него попали. На эту стратегию. Ну, здесь уже, так сказать, не тетенька, а мужик. Личный доход 27 миллионов 541 тысячи рублей. Доход партнеров 67 миллионов. 7 тысяч рублей на ваш счет. Стратегия, обучение, промокоды, получить 7 тысяч рублей и так далее. Заманивают на бинарные опционы. Ну, бинарные опционы, я вам скажу так, это самый быстрый способ слить деньги. Каким образом обычно это происходит? Вас заманивают туда, чтобы вы туда что-то вложили. Вам дают вот 7 тысяч рублей на счет новичкам. Но предполагается, что вы, наверное, тоже вносите 7 тысяч рублей. То есть, пополам-напополам. И вы начинаете выигрывать. Вам обещают прибыль. Но как только вы выводите деньги, обычно происходит тут же слив всего депозита моментальный. Потому что на бинарных опционах это расплюнуть. Особенно, когда бинарные опционы управляемые. Ну, я не бот, вот пишет Мария. Как вы считаете, бот она или не бот? Давайте зайдем еще раз на ее страничку. На ее страничке подписчик 1, это я. И 3 фотографии всего. Раз, два, три. Вот, собственно говоря, все. Никаких сообщений. Обычно женщины пишут там что-то про салатики, про детей. Но здесь даже не заморачивались. Ребята, зачем? И смотрите, что делают. Ну, обычно создают вот такую страничку. Скачивают с Инстаграма фотографии реальных девушек. Я ничуть не сомневаюсь, что вот эта девушка существует с таким вот изображением. Зовут ее Мария или не Мария. Я не знаю. Может быть, она даже Мария Ковтун. Вот. Но от ее имени пишет какой-то... Ну, будем называть свои вещи именами. Скорее всего, негодяй. Вот. Который просто рассылает... Есть сервис рассылок такой по ВК Сенлер. Вы видели, что именно через этот сервис были посланы мне сообщения. То есть посылается мне сообщение. Дальше я отвечаю. И человек, значит, вот, который разослал вот эти сообщения от всяких Марий, там, Наташ и Кать, у которых фотографии может быть одна и та же, может быть, разные фотографии. Вот. Человек просто смотрит на эти сообщения и отвечает. Он смотрит так, ответили так. А у него, смотрите, вот схема. То есть у него есть первое письмо. Дай мне, пожалуйста, совет. Что это такое? Развод или не развод? И, значит, а это называется, ну, по науке, если открытый вопрос. Дай мне совет. То есть он предполагает... Что значит открытый вопрос? Он предполагает ответ не да или нет. А он предполагает какой-то развернутый ответ. То есть я ему отвечаю, что, значит, ни в коем случае не лезь. Это хуже, чем Форекс. То есть не надо лезть. Дальше она начинает отрабатывать, что? Работа с возражениями это называется. То есть, смотрите, на этот вопрос, на этот запрос, начинаются какие-то возражения. Типа, а можно ли там вывести? Да это лохотрон, да это еще что-то, да это еще что-то. Ответы стандартные, их всего там, ну, не больше пяти штук. На каждое из этих возражений есть соответствующее стандартное письмо. Он просто смотрит так, возражение, ага, письмо номер два. Послал. Значит, следующее, я говорю, вывести нельзя. Ну, говорит, нет, я вывожу. Вот 50 долларов завела, 417 вывела. То есть это возражение снимается, переходи на ссылку вон туда. Ссылка скидывается, ссылка, скорее всего, реферальная. А может и не реферальная, потому что зачем тут реферальная ссылка? Потому что эта Мария просто не существует. Вот. Почему такое изображение? Ну, потому что, смотрите, берут в ВК, ищут поиск. Инвестиции, инвесторы и так далее. Кто занимается инвестициями, кто ведет, ну, кто занимается инвестициями. Скорее всего, это мужики. Скорее всего, это мужики не бедные, которые хотят, ну, как-то быстро и здорово заработать. Что на уме у этих мужиков? Бабы-тачки. Вот такой простой расчет. Значит, что им нужно? Послать попу. Вот и все, собственно говоря. Что я и получаю. Смотрите. О, какая симпатичная девчонка. Вот. Вот она. Ну, просто. Ну, классика. Ну, русалка. Вот. Ну, посмотрите. Вот. Все шикарно. Что еще нужно? Пойдем со мной. Будешь богатый. Вот. Не попадитесь, пожалуйста. Бинарные опционы. Это, ну, в любом случае, беда. Я не хочу обвинять вот ту девушку, которая в фотографии есть. Потому что девушка, скорее всего, ни при чем. То есть, фотографии девушки просто пользуются бессовестно. Люди, которые заманивают вас на бинарные опционы. Не попадайтесь на изображения. Не ведитесь на красивые попы. Ну, как-то это самое. Очень даже может быть, что человек, который это делает, он просто сидит где-то в тюрьме. И там эти самые колл-центры и прочее, прочее. Так сказать, там весь этот механизм работает. Не попадайтесь, ребята. Не попадайтесь на смазливой вот такой вот фотографии. Я не бот. Ага. Конечно, не бот. Конечно. Там не бот. Там чувак сидит какой-нибудь весь на колках. Не, я не знаю точно. Вот. Просто, так сказать, ну, люди собирают деньги. Нормально, благородное занятие. Девушка. Девушка тоже ни при чем, потому что девушка хочет выйти замуж. Девушка хочет показать себя, какая она красивая. Она действительно красивая. Ничего не могу сказать. Но бот это или не бот, смотрите, думайте. Напишите, как вы считаете, это бот или не бот. На мой взгляд, это типичный бот. Три фотки, никакой информации и все. Более-менее имя правдоподобное, а фотография симпатичная. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. И не попадайтесь на уловки красивых женщин. Они могут обмануть. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. До встречи.